МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Панова. Электричество плотно вошло в нашу жизнь еще в 19 веке. Теперь без этого блага цивилизации мы не представляем своего существования. А электроэнергетическое обеспечение на производстве становится все сложнее. Как предотвратить сбои и аварии? Этому посвящена Международная научно-практическая конференция-выставка Релав-Экспо-2013. Оценил достижения и новые разработки в этой сфере и глава Республики. Цель выставки Релав-Экспо-2013 – показать потенциал предприятий Республики, которые выпускают устройства релейной защиты и автоматики. То есть такое оборудование, которое быстро определяет и выявляет в электроэнергетической системе поврежденные участки при аварийных ситуациях. Впервые выставка прошла в прошлом году. В 2013-м площадь экспозиции значительно увеличилась. Вы, те, которые приехали на эту выставку, подтверждаете, что выставка востребована без административного давления. И вот эта площадка столицы города Чебоксары на самом деле дает нам дополнительные импульсы для того, чтобы мы, защищая свои интересы, свой бизнес, конкурируя мировыми компаниями. В Чебоксары приехали представители из 52 регионов страны и гости из Австрии, Канады, Франции, Белоруссии, Украины и Сербии. Экспозицию выставки осмотрели представители Росатома и Росгидро. Собрались производители и потребители электрооборудования в Чебоксарах неспроста. Город Чебоксары, столица нашей республики, является мозговым центром релестроения. Новые ученые, новые разработки, производственники внедряют. Очень так быстро меняется на этом потребительском рынке. И мы должны, опережая все эти события, все складывающиеся ситуации, конкурируя на рынке, продавать свой товар. Я хочу сказать, что конкурентоспособность компаний, которые находятся на территории Чебоксары, они были исторически, так сложилось, что здесь высокоинтеллектуальное оборудование для сетей, оно производилось здесь и для генерации в том числе. И я хочу сказать, что когда формировалось новое устройство релейной защиты, многое, иностранные компании взяли как раз отсюда, с Чебоксары. Продлится Релав-Экспо 2013 до 26 апреля. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. Большое количество гостей, потенциальных клиентов и заинтересованных специалистов собралось на выставке Релав-Экспо 2013 вокруг выставочных стендов компании ВНИИР. Чем заинтересовал производитель посетителей, расскажет Ольга Пыречкина. Буклетами с информацией выставочная экспозиция компании ВНИИР не ограничивается. На стендах вживую можно увидеть приборы и оценить крупногабаритное оборудование производителя. ОАО ВНИИР является традиционным разработчиком-изготовителем устройств релейной защиты. Аппаратура, которая определяет слабое звено электроэнергетической системы и на ранних стадиях предотвращает аварию. Однако, это лишь одно из направлений работы компании. Здесь представлены практически все основные виды оборудования, которые производятся холдингом. Начиная от релейной защиты, заканчивая ячейками КРУ. Также здесь холдинг представляет центр моделирования электрических систем. Одно из новых веяний в области электроэнергетики, который позволяет в режиме реального времени смоделировать электрическую систему в полном объеме и оценить, каким образом происходят процессы внутри этой системы и выявить ее слабые места. Производители заботятся как об удобстве и эффективности продукции, так и о промышленной безопасности и сведении к минимуму влияния человеческого фактора. Оборудование, произведенное компанией ВНИИР, отвечает этим актуальным сегодня требованиям рынка и используется на ключевых энергетических объектах страны. К примеру, на Саяно-Шушенской ГЭС. Компания первая в России применила сенсорные экраны для управления терминалами релейной защиты и автоматики, которые к тому же отличаются малым временем готовности к подключению поврежденного участка. Все управление осуществляется с экрана при помощи кнопок, которые примены на экране. Тот, кто пользуется телефоном сенсорным, может спокойно научиться пользоваться этим терминалом, не изучая каких-то дополнительных инструкций. Производит ВНИИР не только оборудование, но и программное обеспечение к нему. Для того, чтобы операторскому, диспетчерскому персоналу на подстанции можно было следить за процессами происходящими, для этого используют SCADA-системы. Такие системы помогают операторам следить за уровнем тока на линии, за состоянием выключателей, заземляющих ножей и так далее. Особое внимание в компании уделяют профессиональному росту специалистов и научно-исследовательской работе. А значит, впереди у ООО «ВНИИР» новые современные разработки и инновационная продукция. Сегодня депутаты Госсовета Чувашии собрались на очередную 12-ю сессию. В повестке дня значилось 20 вопросов. Большинство из них – приведение местных законодательных актов в соответствии с федеральным законодательством. Сейчас в республике работают более 630 законов. Как отметил спикер парламента Юрий Попов, почти за полтора года работы депутатами пятого созыва было принято 111 нормативных актов. 12 из них уже в этом году. Работа по изучению и совершенствованию существующих законопроектов продолжается. Депутаты предлагают внести изменения и утвердить 20 проектов законов. Уточняются полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики в сфере транспортного обслуживания населения. В том числе дополняется полномочия по обеспечению осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легкового такси. Депутаты выслушали также отчет правительства о приватизации муниципального имущества. В 2012 году необходимо было приватизировать 245 объектов муниципального имущества. План выполнен всего на 53%. Но даже несмотря на это доходы выросли на 5% и составили почти 478 миллионов рублей. Также парламентарии рассмотрели вопрос об утверждении членов Общественной палаты Республики. В этом году у членов действующего состава палаты истекает срок полномочий. По 7 кандидатур в его состав предлагают глава Чуваши, Госсовет и общественные объединения. В результате рейтингового голосования из 8 претендентов были выбраны 7. Данифа Тагерова, Александр Петров, Республика. Духовное правление мусульман Чуваши подвело итоги работы. Сохранение традиционных для ислама ценностей, добрососедских отношений с представителями других конфессий, воспитание у молодежи национальной и религиозной толерантности. Вот основные задачи, которые ставят перед паствой муфти Москвы и центрального региона, председатель духовного правления мусульман Чуваши Альбир Хазрат Карганов. К сожалению, мировая общественность постоянно сталкивается с попытками радикалистов различного толка насадить свою идеологию, нарушить межнациональное и конфессиональное равновесие. Причем происходит это повсеместно, взять хотя бы недавние трагические события в Казани. В Чуваши удается препятствовать распространению вредных и опасных учений. Альбир Хазрат уверен, так будет и впредь. Мусульмане республики чувствуют поддержку всего многонационального сообщества. Интервью с муфти Москвы и центрального региона председателем духовного правления мусульман Чуваши Альбиром Каргановым смотрите сразу после новостей. Коллегия Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний подвела итоги работы по соблюдению прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УФСИН. Большую помощь в работе управлению оказывают общественные советы и общественная наблюдательная комиссия. Их участники проводят выездные приемы осужденных, устраивают для них юридические консультации и правовые часы. Одно из важнейших направлений – обеспечение права человека на образование. Не секрет, что большинство граждан, отбывающих наказание, прежде не слишком интересовались учебой. Однако со временем к тем, кто решил встать на путь исправления, приходит понимание и желание учиться. Для этого в колониях есть все возможности. Некоторые, кстати, в этом году будут сдавать ЕГЭ наряду со школьниками. Подготовку к извращению в общество тоже нужно начинать своевременно, считают в УФСИНИ. В дополнение к уже существующим формам работы с отбывающими наказания будет создан и специальный центр для тех, кто освободился и не может приспособиться к нормальной жизни. В каждом субъекте Российской Федерации будут созданы рецентрализованные центры. То есть, если человеку, например, идти некуда, У нас сейчас как, мы пользуемся, УФСИН сейчас пользуется центром для бездомных здесь, в Чебоксарах. 22 места у нас там. Ну, конечно, там перелимит никогда не бывает, но тем не менее. 22 места там пользуемся. Вот чтобы этого центра не было, а был специализированный центр, там с психологами, там, ну, все, чтобы вся обслуга была. Вот обязали глав администрации, чтобы они эти центры создали в субъектах. Каждый. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Игры настоящих мужчин. В Нижегородской области прошли масштабные соревнования по страйкболу. Заброшенный армейский полигон на один день стал центром ожесточенных военных сражений. Правда, жертв не понесла ни одна из сторон. Бойцы сюда приехали с вполне игровым настроем. Более ста команд из 25 российских регионов боролись за ценные призы. Флаг победы попытались добыть и чувашские страйкболисты. Вместе с ними на огневые позиции десантировались и мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Ранее утро мирной жизнью на армейском полигоне уже и не пахнет. На месте палаточного лагеря вырастает военный городок. Бойцы готовятся к наступлению и вооружаются до зубов. Пистолеты, автоматы и даже пулеметы. У каждой команды солидный боевой арсенал. Все это точные копии реального оружия. Весят они так же. Правда, заряжают их безобидными пластиковыми пулями. Электропневматический привод работает от аккумуляторов. Используются следующие типы боеприпасов. То есть пластиковые шары диаметром 6 мм. Весом от 0,20 и выше. Перед боем оружие устраивают испытания. Автоматы со сбитым прицелом и с большой убойной силой на стрельбы не допускают. Все измерения проводят с помощью специальных приборов. Безопасность игроков на этих соревнованиях превыше всего. Без бронежилета и защитных очков в страйкболе невозможно обойтись. По приказу командиров бойцы выстраиваются на плацу. Только отсюда сверху можно оценить весь размах военной игры. Побороться за победу сюда приехали около 2000 человек. Здесь на полигоне собрались войска 20 мировых держав. От американских пехот и до французского спецназа. И все они встали по разные стороны баррикад, чтобы сражаться до конца. Скажут оборонять, будем оборонять. Скажут атаковать, штурмовать, будем штурмовать. Скажут захватить, привезти, мы будем захватывать, приводить. Синие нападают, желтые обороняются. У каждой стороны своя правда и цель. По задумке авторов игры, именно в этом лесу проводятся испытания опасной установки. С ее помощью даже можно управлять погодой. Запретный плод, инновационные мысли хотят заполучить все. Вот там надо, а сейчас они будут прорываться, смотри, с поля, надо их подавить. Пошли, 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 пошли. На линии огня ожесточенное сопротивление, перекрестный огонь. Уступать не хочет ни одна сторона. Противники прорываются именно в этот квадрат. Бойцы в желтых повязках отстаивают свои позиции. Разведка доносит последние данные. На место десантируется подкрепление. Вокруг окопов то и дело взрываются гранаты. Раненые бойцы просят помощи медиков. Секунды промедления и участники оказываются вне игры. Красная повязка, метка, условно убитых. Страйкбол появился в России не так давно. Сейчас эта игра пользуется огромной популярностью. Масштабные соревнования в Нижегородской области проводятся уже пятый год подряд. И каждый раз организаторы готовят для участников сложные испытания. Каждый раз это интрига. Каждый раз люди пытаются понять, как себя вести в этом сценарии. Потому что если устраивать мероприятия и игры по одному и тому же сценарию, то людям приедается и им уже неинтересно. Они примерно представляют, как будут развиваться события. Когда на полигоне замолкают выстрелы и взрывы, организаторы подводят итоги и награждают лучших. В непростой борьбе победу одержала желтая сторона. Именно за эту армию сражались и чувашские команды. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. Сегодня сотрудники МВД по Чувашской республике перешли на летнюю форму одежды. Для проверки внешнего вида личного состава на стадионе «Энергия» в Чебоксарах прошел строевой смотр. Наш завеститель министра, личный состав аппарата Министерства внутренних дел для проведения строевого смотра построено. Доклад полковник Петров. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Более 250 сотрудников министерства были проверены на соответствие внешнего вида установленным требованиям. До 2014 года стражи порядка могут носить форменную одежду как нового, так и старого образца. Заместитель министра внутренних дел республики Олег Яковлев обратил внимание личного состава на то, что главное – носить форму аккуратно и иметь образцовый внешний вид. В завершении мероприятия сотрудники аппарата МВД прошли торжественным маршем под звуки оркестра войсковой части. В городе завершился отопительный сезон. Тепло в домах отключают после того, как среднесуточная температура воздуха продержится не ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд. Управляющие компании города в ближайшее время должны приступить к профилактике внутридомовых отопительных систем. Если тепло в домах уже отключили, то в школах, детских садах и больницах его отключают в последнюю очередь. Между тем, гидрометцентры Чувашии прогнозируют похолодание. В ночные часы не обойдется без заморозков до минус одного. В второй половине недели температура воздуха начнет повышаться днем до плюс 15. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова